Атмосфера на Сретенском судостроительном заводе сегодня невеселая. Производство стоит. Работники и акционеры, многие из которых и трудились здесь, имеют долги по зарплате. Евгений Корнев, помощник конкурсного управляющего Сретенского судостроительного завода, провел непростую беседу с людьми. Рассказал работникам, что сейчас ведутся переговоры с Объединенной судостроительной корпорацией для того, чтобы ее руководство взяло под свое крыло Сретенский завод. Однако тут же сам выразил большие сомнения по этому поводу. Перед вами стоит человек, который на самом деле действительно вам не враг. Совсем не враг. Потому что мне не нужно продать, я не хочу продавать этот завод. Я хочу вместе с вами попытаться его сохранить. Давайте попробуем сохранить. Что такое аренда? Что такое продажа? Продать можно целиком завод на металлолом, правильно? Вот взять его и продать, и все, его не станет. А можно выделить какие-то участки в этом заводе для того, чтобы эти участки могли работать. Например, цеха третий, четвертый, те, которые работали буквально до вчерашнего дня. Люди остались без работы и без денег усугубляет состояние местных жителей непонимание дальнейшей судьбы предприятия, а вместе с тем и своего будущего. Объединенная корпорация из Москвы приедет, откуда она возьмет данные по техническому состоянию этого завода, по объему восстановить, сколько стоит крышу восстановить, сколько стоит запустить. У меня дети есть хотят. Весь этот цикл производства, тем более дети есть хотят. Двое детей есть хотят. Конечно. Когда будут деньги? Поэтому у меня вопрос. Когда будут деньги? Да подождите вы, дайте. Подождите, ну пожалуйста. Ну ваши вот эти, вот эти постоянные, это всем известно, что вы говорите. В результате работники Сретенского судостроительного завода написали обращение к губернатору Александру Осипову с просьбой найти возможности завод сохранить, пока продолжить работу некоторых цехов и привлечь инвесторов. Для последних люди просят установить финансовые преференции, налоговые льготы, льготное кредитование, создание инфраструктуры, выполнение госзаказа и так далее. Люди решили бороться. Если бы мой дед, когда сюда, на эту землю пришли фашисты, говорил, что нет смысла бороться, мы бы сейчас под кем тут жили, поэтому я не согласен вообще никогда говорить о том, что смысла нет. Забайкальцы оставили 542 подписи под письменным обращением к губернатору региона Александру Осипову с просьбой начать активные действия по сохранению Сретенского судостроительного завода. Присоединились и жители посёлка Амазар. Они собрали ещё 102 подписи.